Здравствуйте! Сегодня у нас для вас самая интересная информация. Уверены, что вас это приятно порадует. Мысли Николы Тесла. 23 жизненных урока. Светоч, гений Николы Тесла, известен всему миру. Никола Тесла призывал народы к объединению во имя мира и науки. Цитаты Николы Тесла, видящего далеко впереди своего времени, являются источником вдохновения и великой мудрости. Здесь представлены только 23 из множества уроков этого необыкновенного человека. 1. Наука может добиться большего прогресса, изучая нефизические феномены. С того дня, когда наука начнет изучать нефизические феномены, она добьется большего прогресса за одно десятилетие, чем за все предыдущие века своего существования. 2. Твое тело – это бесценный дар. Каждый должен считать свое тело бесценным даром от того, кто любит нас всех. Оно – изумительное произведение искусства, неописуемая красота, великая тайна, недоступное человеческому пониманию. Оно такое деликатное и хрупкое, что слово, вдох, взгляд, запрещение, мысль могут повредить его. Тело – это инструмент развития души. 3. Вселенная – это не только материальные тела, которые мы можем ощущать своими органами чувств. Если вы хотите разгадать тайны Вселенной, мыслите критериями энергии, частоты и вибрации. 4. Гениальность требует уединения. Будьте в одиночестве, в нем секрет изобретательства. Будьте в одиночестве, только в нем рождаются идеи. Большинство людей так поглощены внешним миром, что они совершенно не замечают, что происходит внутри них. Кажется, что нет ничего хорошего в одиночестве. Но когда мы находимся в одиночестве, это значит, мы находимся наедине с самим собой, то есть там, где возможно испытать момент открытия. Мы можем отпустить себя на волю и погрузиться в свою внутреннюю энергию. Многие люди не стремятся к уединению, но когда мы соединяемся с нашей внутренней сущностью, возникают большие возможности. 5. Мозг является всего лишь приемником. Мой мозг является всего лишь приемником. Из глубины Вселенной мой мозг получает знания, силу и вдохновение. Я еще не проник в эту сокровенную сущность Вселенной, но я знаю, что она существует. 6. Дар умственных способностей исходит от Бога, Божественной сущности. Если мы концентрируем наш ум на истине, мы становимся гармоничны с этой великой силой. Моя мама учила меня искать все истины в Библии. 7. Инстинкт выходит за пределы знаний. Инстинкт – это что-то, что выходит за пределы знаний. У нас есть, несомненно, некоторые тонкие волокна, которые позволяют нам воспринимать истины, когда логические рассуждения или любое другое волевое усилие мозга бесполезны. 8. Чем больше мы знаем, тем более невежественными становимся. Это парадоксально, но все же это правда, когда говорят, что чем больше мы знаем, тем более невежественными становимся в абсолютном смысле. Ибо только через просветление мы начинаем осознавать свои ограничения. 9. Если вы можете представить себе что-то, вы можете этого достичь. У меня другой метод. Я не тороплюсь сразу действовать. Когда у меня появляется идея, я сначала представляю ее в своем воображении, меняю конструкцию, провожу усовершенствование и управляю устройством полностью в моих мыслях. 10. Перед любым нашим активным действием сначала появляется желание, затем намерение его осуществить. Когда естественное влечение развивается страстное желание, приближение к цели идет семимильными шагами. 11. Неизвестное достойно уважения и может быть источником радости. Независимо от того, как сильно мы стараемся, мы никогда не будем знать все, что нужно знать. Жизнь есть и остается уравнением, которое невозможно решить, но она содержит определенные известные факторы. Признание этого невероятно важно для того, чтобы вести полноценную жизнь. 12. Наши недостатки и наши добродетели неразделимы, как сила и материя. Если они разделяются, человека больше не существует. 13. Сражения между людьми, точно так же, как сражения правительств и наций, неизменно являются результатом недопонимания в самом широком толковании этого термина. Недопонимания всегда вызваны неспособностью ценить и уважать другую точку зрения. 14. Человек не может быть спасен от собственной глупости с помощью посторонних усилий. 15. Моя мать хорошо понимала человеческую природу и никогда не ругала меня. Она знала, что человек не может быть спасен от его собственной глупости или порока усилиями или увещеваниями кого-то другого, но только за счет использования своей собственной воли. 15. Мир может прийти только как естественное следствие всеобщего просветления. То, что мы теперь хотим, это более тесного контакта и взаимопонимания между отдельными лицами и общинами по всей земле и устранениями эгоизма и гордости, которые всегда склонны погружать мир в первобытное варварство и раздоры. Мир может прийти только как естественное следствие всеобщего просветления. 16. Все, что стало великим, в прошлом осмеивалось, подавлялось, осуждалось, запрещалось, но из этой борьбы оно выходило все более могущественным и триумфальным. 17. Факторы, оказывающие влияние на формирование наших судьб, очень тонкие и не всегда доступны нашему пониманию. Когда я вспоминаю события моего прошлого, я понимаю, какими тонкими являются факторы, которые формируют наши судьбы. 18. Важна не та любовь, которую вы получаете. А та, которую отдаете. В нашем неведомо эгоистичном обществе это очень важное напоминание. Важна не та любовь, которую вы получаете, а та, которую отдаете. Дарить счастье другим – это самый надежный и быстрый способ стать счастливым самому. 19. Чудеса вчерашнего дня сегодня – обычное явление. Мы жаждем новых ощущений, но вскоре становимся безразличными к ним. Чудеса вчерашнего дня сегодня становятся обычными явлениями. 20. Каждое живое существо – это двигатель, приводящий в движение рабочие колеса Вселенной. Хотя оно, казалось бы, влияет только на его непосредственное окружение. Сфера его внешнего влияния простирается до бесконечности расстояния. 21. Терпение – это основа. Многие изобретатели терпят поражение из-за недостатка терпения. У них нет желания разрабатывать устройство медленно, четко и точно в своем уме, так, чтобы они могли на самом деле почувствовать, как оно работает. Они хотят испытать свою идею сразу на практике. В результате они вкладывают много денег и ценных материалов, чтобы обнаружить в результате, что они работают в неверном направлении. Мы все делаем ошибки, и лучше увидеть ошибку в своем уме, прежде чем начать практическое воплощение. 22. Деньги не представляют такой ценности, какой люди их наделяют. Все мои деньги были вложены в эксперименты, с помощью которых я сделал новые открытия, способные сделать человеческую жизнь немного легче. 23. Расы и нации приходят и уходят, а человек остается. Когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду концепцию человечества в целом. Перед тем, как применить научные методы исследования, его движения в целом, мы должны принять это как физический факт. Но может ли кто-либо сомневаться сегодня, что миллионы индивидуумов, бесчисленного количества типов и характеров составляют один организм – единое целое? Хотя каждый имеет свободу думать и действовать, мы скреплены вместе, как звезды на небосном своде. Мы связаны неразлучно. Эти связи нельзя увидеть, но мы можем их чувствовать. Я чувствую боль, если порезать палец, потому что палец – это моя часть. Если ранен мой друг, мне тоже больно, потому что мой друг и я – одно целое. И сейчас я вижу пораженного рога, какой-то кусок материи во Вселенной, который меньше всего меня заботит, но это все же огорчает меня. Разве это не доказывает, что каждый из нас – это часть целого? На протяжении веков эта идея провозглашалась в виртуозно-мудрых учениях религии, возможно, не как единственное средство обеспечения мира и гармонии среди людей, но как глубокая основная истина. Буддизм выражает ее одним способом, христианство – другим, но обе религии говорят одинаково – мы все едины. Метафизические доказательства, однако, не единственные, которыми мы способны поддержать эту идею. Наука тоже признает идею связанности отдельных индивидуумов, хотя не вполне в том же смысле, как она признает, что Солнце, планеты и Луна составляют в совокупности одно тело. Здесь не может быть сомнений, что это будет экспериментально подтверждено, когда придет время, и наши средства и методы исследований физических и других состояний и явлений будут доведены до большего совершенства. Более того, это единое человеческое существо живет и будет продолжать свое существование. Личность недолговечна, расы и нации исчезают, но человек остается. В этом заключается глубокое различие между отдельной личностью и целым. Перевод Татьяны Бегляк Специально для журнала «Реинкарнационика» Читая эти цитаты великого гения Николы Тесла, с радостью в душе ощущаешь, что ты живешь сегодня в уникальное время, в котором все человечество может стать просветленным, и мечты Николы Тесла начинают осуществляться уже сейчас. Мы уже осознаем свое могущество, учимся быть осознанными творцами своей гармоничной и счастливой жизни. Ведь как предвидел эту жизнь Никола Тесла еще тогда своей душой, что каждое живое существо – это двигатель, приводящий в движение рабочие колеса Вселенной. Хотя оно, это каждое живое существо, казалось бы, влияет только на его непосредственно окружение. Однако сфера его внешнего влияния простирается до бесконечности расстояния, то есть на всю Вселенную. Вот такая ответственность сегодня открывается перед всем человечеством. Оно просыпается и начинает осознавать свою роль во всей Вселенной. Его сознание становится поистине Божественным, и оно уже начинает понимать, как можно жить счастливо всем, осознавая свое единство со всем сущим. Благодарим Вас за прослушивание информации. Пропускайте ее через свои внутренние ощущения, через свое сердце. И если она созвучна Вам, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Мы желаем Вам всем расширения сознания на всех планах Вашего бытия. Всего Вам доброго! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok